Ну что, всем привет! Привет-привет, с вами Рина Лобок. Такая красивая коробочка, значит, что у меня в ней есть. Вот сейчас очень модные вот такие вот широкие ленты. И вот такие, ну это просто серебро у меня. Серебро, серебро. Всё, значит, смотрите, наши ленточки. Основная задача в наших лентах, как бы мы её сделали, я тут подобрала даже не один дизайн, который вам хочу показать. Он очень-очень красивый. Возьму типсишку и возьму какой-нибудь цвет. Вот такой, значит, гель-лаки Фиоры. Возьму свою палитрочку. Я возьму этот гель-лак и добавлю в него белый. Так как мы будем более удлинённые такие рисовать, линии, да, то я возьму кисточку подлиннее. Намечаю. И теперь рисуем более такие широкие полосочки из них делаем. Теперь я возьму беленький. Можно гель-краску, можно гель-лак взять. Я возьму гель-лак и прорисую сверху, как бы поверху и начинаем прорисовывать. Значит, что мы делаем потом? Потом мы наносим базу, базовый гель. Лучше это наносить по принципу термоплёнок. Значит, что значит по принципу? У вас база должна быть достаточно глянцевой. Но я, тем не менее, возьму Фиоры, вот такую вот базу, да, чтобы... Она мне очень нравится, на самом деле. Очень хорошо выравнивает. И перекрываю свой дизайн. Ну, не очень толсто, так достаточно тоненько. Вот так перекрыла. Значит, хорошенечко просушили. Смотрите, и нужно хорошо снять липкий слой. Это очень важно, особенно с боков, потому что с боков у нас обычно плёночки все и отлепляются, как вы понимаете. Возьму-возьму золотую. Так, беру пинцетик. Так, я наметила примерно. Сейчас я просто каждую расправлю. И я, когда её как бы расправляю, я её немножечко, чуть-чуть, чуть-чуть, прям капельку самую поднатягиваю. А этот будет... Пусть будет так. Значит, так, девочки, что самое главное вот в этой ленте? Всё просто. Просто вы её отстригаете с отступом от края. И всё. Вот видите, я просто отрезаю за уже дизайном. И всё. Прямо отрезайте, прям... Ну, конечно, не на миллиметр, да, там. А то можно и на миллиметр. Смотря если сбоку, там, если у кого боковые валики, так и вообще... Вот как-то так. Всё просто, на самом деле. Можно было бы, конечно, бежевым покрыть, но я уже не стала заморачиваться. Мне-то особо... Мне-то нужно вам просто показать, как этот дизайн делается. Всё. После чего, значит, если у вас... Если вы переживаете, боитесь или что-то там, у вас какие-то сомнения, то вы можете прямо вот пока оно ещё не приклеилось, на каждый кончик нанести, например, какую-нибудь каучуковую или просто базу. Маленькой капелькой зафиксировать ваш дизайн, чтобы она не выпуклая была. Вот так аккуратненько зафиксировали, лампу положили. И так каждый. Значит, после чего в этом дизайне я перекрываю... Перекрываю также всё базой, тонким слоем. Или можно двумя слоями топа, который для слайдеров. Для слайдеров, тирок. Вот он очень хорошо подойдёт. Тоненьким слоем базы и потом тоненьким слоем топа покроем. Так, давайте теперь с большой лентой. Возьмём вот этот мой красивый цвет. Близ я возьму. Близ вот такой. Заметьте, здесь он уже смотрит совсем по-другому. А если я приложу пальчик... Да? То есть, для чего такие типсики нужно, чтобы пальчики прикладывать? Так, сейчас сделаем с широкой лентой. Посушили. Точно так же. Вот здесь можете хорошо ещё липкий слой снимать прямо вот с цвета. Понятно, чтобы вот с этими ленточками... Почему они у многих не получаются, девочки? Потому что нет чёткости в движении, да? Нет чёткости в выполнении. Вот когда вы чётко выполняете то, что надо сделать, да? И тогда у вас всё, в принципе, дизайн получается красивый, замечательный. Давайте возьмём, да, вот такое серебро широкое и серебряную ленту, тоненькую. Вот, то есть, прям как я и делаете. Я имею в виду, что вы, например, когда делаете, сразу её ничего не отрезаете. Сначала всё налепите, как вам там удобно. И не экономьте на ленте. То есть, вот так вот берёте и, как бы, прикрепили так чисто, да, примерно, как она там должна быть. И отрезали. А то это правда, реально, будет очень долго и очень неудобно. А ещё, когда выполняете вот такие геометрические какие-то дизайны. Сейчас я его, наверное, вот так в уголок. Какую-то геометрию. То старайтесь, чтобы у вас линии вот эти вот были параллельны. И теперь начинаю, да, выравнивать. Если у меня тут что-то не параллельно было. Ну и ещё замечу, что, вот, ну, как бы, да, по одному разу вы вот можете отлепить. Потом уже старайтесь не отлеплять, чтобы у вас вот эта клейкость на ленточке оставалась долгая. Всё, опять немножко поднатянула. Вложила свою ленту. Чтобы она была более стойкая, вы можете её силиконовым так, копытцем хорошенечко проклеить. Заодно и очистить. Всё, то есть, понимаете, вот видите, я отступила, но от этого дизайн хуже не стал. Почему-то боятся отступить или не боятся, просто как-то думают, что может быть дизайн, правда, не очень будет красиво смотреться. Но реально, если вы так сделаете, у вас всё будет держаться просто великолепно, прекрасно. Всё, точно так же. Здесь фиксируем только, естественно, да, по краешкам. Вот этим, по краям. Фиксируем, соответственно, этими базой, там базой ещё можно пройти или двумя слоями топа. То есть, как вам удобно. Давайте сделаем с вами... У меня есть золотая вот такая вот тоже широкая лента. Мы сделаем с матовым покрытием. Давайте сделаем просто, что ли, ровные полосочки, да? Возьмём вот такой вот. Вот такой. Вот так. Я вот этот вот, наверное, всё-таки покрою базой. Вы знаете, вы даже можете, можете, имейте право покрывать и топом, чтобы вот эти ленты хорошо клеились. Но это лучше подойдёт для... На самом деле, для этого. Для этих термоплёнок или лаковых плёнок. Поэтому здесь можно, в принципе, и базу использовать. Продолж покупать лампу. Возможно, Хм... Продолж используем. Продолжение следует... другую Object produkt. Хм... Так. и оцепить... Итак. так начинаю отрезать помним девочки не стесняясь за ногтем это делаем понятно да что я сейчас базочка и опять вот так прокрасила аккуратненько и зафиксировала можно по другую ручку одну другую тогда по перемену конвейерным методом все это делать вот потом точно так же покрываю базочкой когда уже все зафиксировано так и теперь мне нужно взять топ матовый так матовый топ ну что ровненько ну почти что ровненько наклеила ну почти ровно смотрите как с матовым топом офигенно смотрится и давайте знаете что сейчас стразики возьмем вот он значит так давайте этот клей вот так нанесем к еще можно вот так значит наносим на палитру теперь беру стразинку макнула оишки поставила единственное что нужно обязательно делать это свой пинцет протирать помните да что когда вы прижимаете стразинки они очень сразу крепко крепко приклеиваются вот видите стразинки они тоже становятся матовыми но из как бы немножко белеют ничего страшного вот так вот здесь клей нужно дождаться когда он подсохнет значит смотрите приклеила стразы естественно их можно зафиксировать да там топом хотела сказать только одно что вот этот белый налет когда просохнет полностью ваш этот клей его можно просто обезжиривателем вот так протереть и весь белый налет уйдет вот такой у нас с вами дизайн получился такие дизайнки у нас вышли надеюсь сегодня удовлетворила всех гору увидимся всем пока пока